Итак, дорогие друзья, сегодня 19 февраля 2024 года. Обращаемся и к главе Российской Федерации, и к главе Китайской Народной Республики, и иным 250 странам. Речь идет о планетарной синхронизации. Речь идет о том, что у нас есть технологии интернет-коммуникации, где мы можем в стопроцентном качестве, без искажений, доставить сигнал в любую точку мира. Вопрос о постановке цели и задачи. Речь идет о создании земного рая на планете. Ни много, ни мало. Но говорят, что великий философ Зиновьев Александр Александрович говорит о том, что мало построить рай. У нас есть технология построить рай. Как мы будем жить в этом раю? Об этом же говорит девятый Андрей Петрович, который говорит о том, что 95% не знают, чем себя занять. Если мы освободим население планеты от труда, предоставим каждому жилье, питание, перемещение, возможность плодиться и равножаться, возможность возлюбить ближнего своего, как самого себя, каким будет этот мир? На каких принципах? Что нас может синхронизировать? И вот Юлия Татьмянина говорит о том, что она родила идею, которая достойна Нобелевской премии. Я записал сюжет, где Юлия, не смущаясь, в камеру говорит, я гений, я гений. И снимая более 15 лет, на канале находится 15 тысяч видеосюжетов, 40 миллионов просмотров. И я должен зафиксировать, что современники не ценят тех единиц, которые способны двигать цивилизацию вперед. Человеческое эго не позволяет признать в ближнем гения, потому что это значит, надо признать свою никчемность. А люди не хотят признавать свою никчемность, увы, к сожалению. Меня же отец воспитал, он говорит, есть разные типы руководителей. Есть руководители, которые окружают себя дураками, которые должны лизать начальнику какие-то места, и не дай бог, они будут умнее. А есть другие руководители, которые вокруг себя ставят людей, возможно, даже умнее. И каждый день руководитель будет развиваться в этом коллективе. Соответственно, цель и задача глобальной волны зажигать звезды и предъявлять их общественности. И ставка делается на то, что у нас вот есть интернет, и среди 100% сначала найдется всего лишь несколько процентов. И эти несколько процентов и перевернут ситуацию глобальную в мире. Итак, слово Юлии Владимировне Татьмяниной. Мышка. Спасибо. Ну что же, добрый день, здравствуйте. Сегодня удивительный день. Сегодня день белого обертонного ветра. И для нас с вами не просто 19 февраля 2024 года, а имеет еще дополнительный смысл, что сегодня энергия духа, связности, коммуникации. Сегодня обертонный тон сияния, тон года. То есть мы проживаем с вами год белого обертонного волшебника. То есть сегодня происходит такая синхронизация и резонанс с тем процессом, который в течение года всего звучит и в течение этого дня. Поэтому это как бы такой отсыл, какое вдохновение мы получим за этот год, касается сегодняшнего дня. Если мы сегодня получим вдохновение, то есть мы получим вдохновение на целый год. Этих дней всего 28 дней в году. Поэтому, зная этот ритм, мы можем более правильно рассчитывать свои силы. И зная, что сегодня не просто день, там, понедельник, какой-то там 19 февраля, мы можем правильнее использовать этот день. И сегодняшняя синхронизация, ваша возможность выделить время на время, говорит о том, что ваша душа не спит. И те, кто смотрят нашу трансляцию и видео, тоже говорят о том, что у них тоже есть зов души, который их привел в эту тему, в это знание. И у них есть возможности, чтобы услышать зов, который идет от Галактической Федерации, от высших сил, который говорит нам земляне, алло, алло, пора собираться, пора синхронизироваться. И сегодня такой день, когда мы говорим о разных календарных системах, о разных вариантах, как можно синхронизироваться. И, конечно, сегодня еще не звездный час. Я еще сегодня не буду рассказывать про концепцию объемного времени, потому что слишком быстро развиваются события, и слишком быстро течет поток галактической синхронизации. И сегодня я расскажу вам просто про свои исследования 2010 года, когда я писала книгу, как время понимается в разных культурах. И мне кажется, это вам даст некий плацдарм, потому что когда вы смотрите на такие картинки, они несколько нетривиальны, то есть в вашей голове нет такого пазла, на который вы как на слоеный пирог складываете свои базы. И это, конечно, очень расширяет горизонт. И вообще все те, кто занимаются временем, это люди, у которых есть свободные нейроны. То есть те, у кого есть мозг, он работает, он активен. И это означает, что человек может использовать свои силы для того, чтобы думать о великом, о том, что непознаваемо, неисчислимо, неизвестно, и требует глубокого погружения и свободного времени. И, значит, я, исследовав этот вопрос, поняла, что... Ну, как я пришла к этому? Наверняка, вот я вижу, почти никого не знаю, да, только своих друзей и учителей. Вот, я коротко расскажу, что я в 2004 году познакомилась с мастером рейки Ларисой Алексеевной Подгорных, прошла инициацию рейки, и она мне рассказала о том, что существует другой календарь. Я была очень удивлена, я была преподавателем университета, и я думала, о, я сейчас быстренько выучу все, и буду преподавать новую тему. А когда она сказала, что я красный космический дракон, я вообще обалдела, думаю, ну, такая точность, это точно я, все про меня. Я помню, как у меня были крылья, вообще, я домой шла, просто вот летела. И я понимаю, когда человек слышит свой кино, у него точно такой же эффект, вот, когда первый раз этой инициации, когда ты слышишь, как зовут твою душу. И потом я в декабре 2004 года прошла обучение. Вот Вадим Михайлов тоже мой учитель. Я просто безмерно благодарна за эту возможность быть и присутствовать в этом моменте. и есть такая возможность общения и присутствия. Прошло 10 дней у нас было погружение в науку времени. Я там человек 10, наверное, из всей Москвы приходила, и иногородних было только два, и я одна сидела с диктофоном, с записями каждый день. В общем, у меня было такое вообще, ну, просто, я понимала, что у меня просто есть передел до и после. И поэтому, когда ученики приходят, я тоже их очень хорошо понимаю, потому что это глубокое погружение, которое меняет мировоззрение и вообще расширяет очень границы. И я только к февралю смогла собраться, чтобы как-то преподавать, хотя у меня уже группа была. Лариса Алексеевна всех подготовила, сказала, вот, смотрите, вот Юля сейчас приедет, вам все расскажет. И я январь, февраль, в общем, мне уже давай, давай, рассказывай. И я, в общем, как-то там целых два дня рассказывала вообще простейшие элементарные вещи, которые там сейчас уже там за несколько там минут, часов рассказываю. И потом я привозила караван, радужный караван в Ижест. У нас приезжали учителя к нам, у нас были семинары, мы проводили медитации. Я ездила еще раз несколько раз в Москву. Мы делали школу галактической синхронизации в Дедеркое. Потом мы делали здесь, в Москве, организовывали конференцию по науке времени, где рассказывали и Вадим, и Кирилл, и Женя Конашова о том, как они применяют науку времени. И были кристаллические ассамблеи на Светлояре. И поэтому это невероятный опыт, который сейчас кажется таким долгим путем, который вот шел эти 20 лет. Мне кажется, что как будто бы я шла, 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 и гоп, хоп, и вот пришла. Был период, когда я занималась кодексами Майя. То есть вот это вот сейчас в Носферном музее висит моя работа «Мадридский кодекс», в котором представлена вся космология Майя. То есть для меня это было абсолютным откровением, что я, приехав в Вену, поднимаясь в музей искусств на третий этаж, вижу там кодексы Майя, и понимаю, что я ничего не знаю про кодексы, об этих кодексах ничего не видела. И звоню подружке и говорю, слушай, ну как-то вот кодексы Майя. Она такая, ну а что, ты сейчас в Вене, тебе там доехать до Дрездена, а потом доехать до Мадрида, а потом слетать в Париж, вообще ничего не стоит. Давайте сейчас быстренько все прострою, и ты съездишь. И в общем я буквально там за неделю объехала все музеи и библиотеки этих стран, и сфотографировала, распечатала. И вот сейчас вот здесь, вы можете увидеть, это Мадридский кодекс, в котором я расшифровала, и там есть, дополнила эту реальность. Это отдельная есть лекция на глобальной волне. Несколько раз я выступала, и это только еще начало. Я думаю, что потом это был целый курс, чтобы можно было увидеть, какие там есть аналоги, антиподы, пульсары, земные семейства, какие-то есть закономерности, именно математические, те, которые есть в науке времени. И в 2010 году у меня был вопрос, а почему вообще я занимаюсь временем, если я живу в Удмуртии, и вообще какой майя и Удмуртия, как это все связано, почему эти, ну, какая есть связь. И тогда я занялась исследованием вообще культурных традиций, как понималось время в культуре, в разных традициях. И я поняла, что существует некая такая прямая 24 часа, которая везде одинаковая. Это чистое астрономическое явление, 24 часа. Причем, когда мы смотрим на часы, мы, это, ну, обычные часы показывают 12 часов. То есть мы с вами не ориентируемся в часах, ну, что реально происходит, потому что нам надо посмотреть еще на улицу. Это сейчас там 19 часов или 7 утра, да, потому что это не приводит нас к ясности. То есть эти часы не самодостаточны. А 24-часовых часов уже сейчас нету. То есть вы не пользуетесь таким инструментом, хотя это очень просто и наблюдать, и использовать, и материалы. Ну, то есть вот у нас есть эта прямая 24 часа, которую все народы использовали для понимания суточного деления. И, соответственно, это астрономическое явление, 24 часа оборот Земли вокруг своей оси. Мы проверить не можем. Оборот это вокруг своей оси, не оборот это вокруг своей оси, но 24 часа свет идет от линии переменной дат до, по второй половине. Но деление часовых поясов идет по гринвичу. И к линии переменной дат плюс, от гринвича минус. То есть если у нас вот в этой точке, я надеюсь, вы можете представить карту, что карта идет вот так вот. Да, вот она у нас, кстати говоря, да. То есть вот линия переменной дат у нас находится вот здесь. И свет идет вот с востока на запад, да. А гринвичский меридиан, он находится вот здесь, то есть где Лондон, да. То есть вот здесь посредине. То есть карта делится пополам. И сюда идет плюс, а сюда идет минус. Ну то есть уже как бы, да, в географии у нас такое, есть такая сложность. И Девятов и говорит о том, что, ребята, ну давайте для нашей страны, в которой почти все часовые пояса, давайте просто поменяем. То есть я в 2010 году к этому пришла, что это просто слом мозга, даже просто счет географических широт уже и часовых поясов ломает мозг. То есть мы даже в нашей стране мы можем взять и сказать, что вот у нас идет счет плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 24. И тогда будет хотя бы какая-то логика деления именно часовые пояса. Ну скажу крамольную мысль о том, что наличие часовых поясов говорит о том, что Солнце меньше, чем Земля. Ну просто вот простая логика. То есть если Солнце больше, освещаемый объект, который освещает, меньше объект, он должен освещать полностью. Если объект, соответственно, освещаемый меньше, то часовые пояса нам как раз говорят, что освещается только маленькая часть. Половина, а потом как бы всего чуть-чуть, остальные как бы расходящиеся лучи, поэтому у нас световое время разное. Вообще с размерами Земли, с формой вообще у нас много вопросов. Соответственно, астрономический цикл для каждого города, для каждого места свой. То есть на каждый день, для каждого дня, на каждый город или на каждое место есть 365 вариантов. Мы никогда с вами не задумываемся, в какое время Солнце встаёт, в какое время садится, потому что как будто бы это вообще не важно. Но на самом деле это очень важные моменты, которые показывают нам ориентиры, когда у нас полдень, когда у нас закат. И вот это вот астрономический цикл для города Москвы на 4 ноября 2011 года. То есть вот эта вся книга была написана именно на эту дату. Потому что для часовых поясов это имеет значение. Ну и дальше, как я пошла исследовать, как понималось, знаки зодиака в сутках. Это двухчасовки, которые делили 24 часа просто по 2 часа. И вот эта вот система, она 12 часов. Есть 12 часов, есть 12 дней, есть 12 месяцев, есть 12 лет. То есть вот она, 12-ричная система. Мы потом это дальше посмотрим. Но это знают только специалисты, которые используют, и вообще все гороскопы, с которыми мы сталкиваемся, это вся информация об одном и том же, об одном и том же моменте. Но в каждых странах, в каждых культурах сохранилась разная интерпретация этого момента, где есть некая воронка во времени. Значение часа, значение дня, значение месяца, значение года, значение 20-летия. Это воронка, которая дает нам значение времени рождения. И когда говорят, о, вы виски, вы близнецы, вы козероги, ну, ребят, это месяц как бы, да, а значение все-таки ось. И нужно во всех уровнях смотреть, что же это значит. И вот славянское время суток очень интересный момент. Во-первых, у славян сутки начинались вечером, солнце село, все, день закончился. Очень удобно. И, соответственно, уже начинается следующий день, и у них было зимнее и летнее время. И это были 16 чертогов, у них была нумерация, вот, идет с вечера, была запись с помощью рун, у каждого отрезка было свое название, были свои качества. И, соответственно, сейчас у нас, ну что, сейчас 19-20, сколько времени? Никакого качества нет. Вообще абсолютно. Мы ничего про качество в григорианском времени не говорим. Каждый день 19-20 одно и то же. А во всех древних культурах качество времени было. И оно было фрактальным, то есть оно было всегда одинаково мерности. То есть если, например, в индийской была четырехмерная система, к юге, да, у славян было 16, а у этих знаков зодиаков 12 китайской систем, у славян 16, у мая 20-рично. Вот, и, соответственно, ну то есть есть люди, которые могут сказать, что же значит у славян каждый там час. Вот, и на 4 ноября вот такое было деление времени. Очень красивое название, да, начинается с поудани, пообед, вечер, нич, полич, заутро, заура, заурница, настя, сваор, утрость, поутрося, бестина, обед, подани и удайни. То есть получается, что это качество, сразу понятно, что делать. То есть мы интуитивно понимаем, что здесь есть смысловые характеристики того процесса, который есть. Вообще я считаю, что Адам, который там придумывал название всем, что нас окружает, он был русским. И все говорил по-русски. Ну, по крайней мере, в нашей культуре точно там везде есть взаимосвязи между словами. Еще у славян был еще язык, который, было несколько языков, на которых говорили. И кириллица была, использовалась, где буква и цифра записывались одинаково. Но единственное отличие – это титла. То есть над буквой стояло титла, и это означало, что это цифра. То есть, ну, ведь это проще выучить, что А это А, еще и ставишь цифер, значок, и это уже один. То есть это очень упрощает. Таких часов не было. Это просто визуализация. То есть как это бы записывалось, если бы это у букв, ну, там, было 24 часа. То есть это, ну, чисто демонстративно. В ведическом времени я читала специальные источники, 11 главу, строение времени в материалах, и где начинается все от атома. И здесь вывела только суточный цикл, чтобы можно было как бы увидеть вот эту вот математику, что сутки состоят из двух ям. Каждая яма из четырех прахар. Прахар из трех мухурт. Одна мухурта – это две данты. И с утром есть брахма мухурта, когда солнце встает. То есть это, конечно, сейчас уже не используется нигде, но это описано в ведических источниках, и можно почитать. Ну, и вот в Шиме-бхагаве там это вот так описывается. Также есть еще ведические сутки-гдиночарик, где по энергии меняются суточные циклы. Вата, капха, питта и вата. Четыре периода, которые постоянно повторяются. Каждый делится по четыре часа. И это определенные энергетические составляющие, которые меняют поток энергии в суточном цикле. Также я нашла, что было, Элизабет Префетт придумала, или ей пришло, что можно поделить космические сутки, космические месяцы, космические года, космическое время. Что есть эфирная мудрость, эфирная, ментальная, эмоциональная, физическая. Сила, мудрость, любовь. Сила, мудрость, любовь. В общем, вот такие вот, ну, красиво, в общем. Вот пришло там в каком-то 76-м году, и что вот так. В Китае тоже было по двухчасовке, когда, то есть уже связано именно с животными. И это деление уже упрощенное. И, в принципе, имеет связь с современной системой измерения времени. И Хосе Эргуэлес тоже делил сутки на четыре части. Суточный цикл делился на определенные оракул. То есть у каждого кино сегодняшнего дня есть свой оракул. И он делился именно в зависимости от кинодня. И Хосе Эргуэлес делил на четыре части. Аналог, антипод, ведущий печать и оккультный водитель. Это именно на 4 ноября 2011 года. И я изобрела, ну, я не знаю, там, как это сказать более точно. Изобрела, пришло. То есть у меня был вообще вопрос, почему у Майи нет часов? То есть да, есть суточный цикл двадцатиричный, есть месячный цикл двадцатиричный, годовой двадцатиричный. Почему нет часов? И мне пришел ответ. Есть двадцатиричное измерение времени, это очень удобно. И как я к этому пришла? Мне долго не давала покоя фраза, которая написана в книге Дримспелл. Хосе Эргуэлеса. Время было сжато в плоский круг. Ну, как бы украденное и сжато в плоский круг. Я не могла как бы представить, а что это такое? Что значит время было сжато? Что, о чем это вообще идет речь? И размышления на эту тему привели к тому, что, ну, это, конечно, уже визуализация последних наблюдений. Но, тем не менее, вот если мы представим, что это вот одна линия, которая сжата, да, то есть как пружина, она сжата, то вот когда она сжимается, она двигается. И вот эта тороидальная форма, она может двигаться с такой скоростью, что вы не будете видеть вот эти все элементы, которые вращаются. И, соответственно, у этой формы, вот это называется спираль, и она складывается в тор. И у тора есть несколько итераций. Первая итерация — это просто сжатая спираль. Вторая итерация — это цилиндр. Третья итерация — это шар. Четвертая — это тор-лимончик. Пятая — это тор-яблоко. И шестой — это тор, который называется бублик. И, соответственно, если мы представим, что у тора есть цилиндрическая форма, то наблюдая за Цолькиным, а это естественный, ну, самый известный календарь, который мы сейчас используем в базовой комплектации, ну, в общем, мы используем для науки времени, где 20 солнечных печати, 13 тонов идут последовательно, от 1 до 260. И это плоское представление времени каждый день является последовательным этапом. И сегодня мы находимся вот в этой точке, в мистическом столбце. Вчера он начался, сегодня вот это, завтра следующий. И вот мы идем друг за другом. Если мы возьмем и вот так вот сложим, вот так, то тут у нас получается фигура, которая называется цилиндром. И, соответственно, у нас получается, что каждый круг — это часть спирали, то есть последовательно движение спирали. И эта спираль становится повторяемой, потому что мы можем считать. И в 52-х годах они закольцовываются. Соответственно, мы можем сказать, что если так масштабируется в днях, значит, так масштабируется и в сутках. И получилось, что здесь 13 столбцов, это означает, что это 13 дней. Один день — один столбец, один день — один столбец. То есть 20 суточных циклов, 20 суток, 13 суток, которые раскладываются на 20 частей. И, соответственно, сегодня, если пятый тонн, то значит раз, два, три, четыре, пять. И вот у нас идет пятый столбец. Сейчас время 19 сколько? 19.45. Значит, сейчас идет период красной ритмической земли. То есть вот эта вот точка, что каждый отрезок 72 минуты. И, соответственно, это очень красивая математика 72 градусов, 72 лет, 72 процессов. Соответственно, и в суточном цикле это тоже присутствует. И таким образом у нас получается, что каждый день имеет, во-первых, свою характеристику дня. Сегодня день белого обертонного ветра. Но есть еще и час. То есть всегда это время будет красной земли, но каждый день будет другой тон. И это совершенно как бы меняет, что мы каждый час имеем какую-то качественную характеристику другого смысла. И мы можем понять, почему у нас там есть время, когда оно спокойное. А есть время, когда у нас все бурлит, у нас там становится нам очень тяжело и трудно. А есть время, которое дает нам энергию, которое нам помогает и поддерживает. То есть мы становимся более наблюдательными, более ответственными, более осознанными, более внимательными. И у нас выстраивается единая система. То есть мы можем вот эту вот модель использовать как для суточного цикла. То есть каждый столбец один. Ну и там же в минутах, в секундах тоже можно. Мы же понимаем, что это простая логика. В днях 260 дней, в месяцах 260 лун, в годах 260 лет. И все как бы у вас уже количество времени уже как бы расширяется. А в пространстве у нас получается, если будет один сантиметр, 260 сантиметров. 260 метров, 260 километров. А если это будет одна астрономическая единица, 260 астрономических единиц. И тогда у нас вся солнечная система будет вот выстраиваться вот в этой части. То есть используя этот волшебный абсолютно инструмент, у нас меняется масштабирование, которое появляется у нас в голове естественным образом. Появляется естественное понимание фракталов. И мы начинаем видеть, что из этого всего можно сделать фигуры. Кажется, что все случайно, но нет ничего случайного. Просто сидела, лепила, клеила и, в общем, получилась вот такая вот история. То есть из этого элемента, вот из этого и плоской фигуры можно сделать вот такую. И, соответственно, мы можем и сделать два варианта. Вот они, два Тора. То есть если вот сюда вы смотрите. Телевизор автоматически отключается. Нажмите огонь. Все, флешка переполнена? Больше не рассказывать? Спасибо большое, Ярослав Петрович. Настоящий друг. То есть если вот здесь мы смотрим на вот эту, если мы смотрим вот здесь, то это не инструмент для измерения. А вот здесь мы можем измерять. То есть у нас здесь каждый элемент пронумерован, каждый элемент имеет точку последовательности. И здесь их два варианта. Один вариант, который складывается вот так, по горизонтали, а другой по вертикали. Ну или там наоборот. То есть вот их будет два варианта. Это будут два разных Тора. Понимаете? Два разных. Листочек один, а Тора два. И если мы смотрим вот на эту игрушку, то здесь вообще без разницы, что вы используете. Вы вообще не можете разобраться. И поэтому сейчас все ученые плывут и не используют, и не изучают. И это не оплачивается. Исследование тороидальных полей. Не изучается тема вращения, не изучаются принципы вращения, тела вращения. У нас огромный образовательный пробел, который мы должны заполнить и создать новые инструменты, которые позволят нам думать в теме вращения. Ну и, соответственно, вот здесь демонстрация, что 4 ноября 2011 года был вот такой вот элемент временно-пространственной ткани. И я могу спокойно найти, где это было. То есть вот это второй тон. То есть начинается вот здесь. Это был третий синий орел. 4 ноября 2011 года. Это вам понятно? Ничего сложного? Нет? Прекрасно. В свое время очень сильно огребла за это. Итак, мы получили вот григорианский счет. Единая ткань. Один сутки. И мы на эту основу нанизываем астрономический, гринвический меридиан, знаки зодиака, глагольца, славянский, космический, китайский. Вот как бы это же все об одном. Это же одна и та же прямая. Один и тот же день. И то есть просто в разных культурах сохранились разные пазлы, разные элементы, разные интерпретации этого суточного цикла. Их всего 365. Ну как бы на самом деле это небольшое количество. Мы можем в голове своей удержать 365 вариантов. Ничего сложного в этом нет. И мы не предлагаем прямо что бросить. Мы предлагаем просто доп. опцию. Просто дополнить свою реальность и изучать еще один. Вы изучаете, наблюдаете каждый человек. Свой собственный возраст. Земной цикл оборот Земли вокруг своей оси. Или там суточный цикл. Вы наблюдаете лунный цикл. Ну так или иначе все равно там луна, циклы там. Солнечный цикл, галактический. Посевных работ. Ну там сада-город, что садить там. Потом гражданские календари, церковные календари. Отдельно отслеживаете там. Кто-то смотрит там знаки зодиака, китайский, там ведический. Еще что-то, еще что-то. Просто дополнительно. Еще один. Еще один единый календарь Цолькин. Это международная тема. Абсолютно. Это не только как бы нас там пять человек. Это реальный международный проект, который объединяет землян. У которых, если я скажу на майянском языке, меня поймут везде, кто изучает науку времени. То есть это реальная тема для синхронизации. Это не просто как бы игрушка. Это не просто какая-то там прихоть. Это реальный инструмент для синхронизации землян. И следуя дальше, я сделала вот такую таблицу. Это 365 дней года в разных культурах. Но так как слишком быстро все происходит, дома у меня в Ижевске это все распечатано, это все есть. Я делаю такие выставки. Но здесь вот я решила, что просто покажу вам хотя бы. Здесь 365 дней. Каждая клеточка типа один сантиметр. И получается 365 сантиметров. То есть 4 метра только этот один плакат. И значит у нас есть нумерация от 1 до 365 дней. Вы знаете, какой сегодня день от начала года? Ну как бы ведь это очевидно. Их всего 365. Но нам надо сделать несколько шагов математических, чтобы сказать, какое сегодня число. 31 день в январе. 19 плюс 31. И вот мы получаем, какой сегодня день от начала года. Хотя он всегда один и тот же. Ну это же элементарно. Мы же можем в своей голове запомнить, что у нас есть постоянный ритм 365 дней. Нет, мы игнорируем этого. У нас этого нет в голове. Мы никогда не изучаем нумерацию дней в году. Хотя, может быть, нам бы это упростило. И мы могли бы сказать, вот 40-й день года, он вот такой, вот такой, вот такой в разных культурах. Дальше. Астрономические циклы. Ну то есть это очевидная история. 365 дней. Солнечный календарь, в котором есть Афели, есть Перигели, есть весеннее равноденствие, летнее солнцестояние, осеннее равноденствие, зимнее солнцестояние. То есть это явление, которое есть во всех культурах. Ну то есть во всех культурах. И к вопросу о солнце. Афели, самая близкая точка от Земли до Солнца, 3 января. Несколько миллионов километров солнце ближе, короче, к Земле. А в России все равно холодно. Но все равно у нас холодно. Ближе находится солнце. А все равно у нас холодно. Ну солнце больше, но вот у нас все равно холодно. А Перигели 3 июля. Дальше солнце. Нет, у нас же Орюль стоит. Ну то есть у нас очень много вопросов к астрономии. И эти даты, весеннее равноденствие, летнее солнцестояние, это реальные часы, которые постоянно видят. И мы можем сделать вот такую ось. Будет наверху летнее солнцестояние, внизу зимнее солнцестояние. И будет ось, которая показывает равноденствие. Весеннее и зимнее. То есть вот эти 4 дня. 360 плюс 4 дня, 364. И один день, например, 25 июля, к примеру, является днем перехода. Соответственно, у нас появляется очень четкая математика, что между этими периодами 90 дней и 90 на 4, 360, плюс 4 дня, 364. И у нас есть четкая внутри картинка. Причем солнце зимой поднимается в горизонт. И то есть поэтому мы видим с вами, солнце поднимается низко. А летом линия горизонта опускается, соответственно, у нас выше. И солнце поднимается как бы высоко. И поэтому это очень визуально упрощает вообще все восприятие современной системы демонстрации, визуализации времени. Друидский календарь делит на разные отрезки по 10 дней, по 12 дней, по 14 дней. И наверняка вы слышали там растения сосна, жасмин, каштан, ясень. В общем, будем считать, что друиды тоже славяне. Да, или как, по крайней мере, говорили на, как-то и близко это было, то есть название, потому что все равно наши деления на растения и деревья. И вообще, можно сказать, у кельтов у них было деление на животных. То есть там журавль, тюлень, медведь, змея, пчела, выдра, кот. То есть можно сказать, что когда девочка рождалась, ей как бы говорили, вот у тебя ты родилась, и в это время цветет такой цветочек, да, или там цветет такое дерево. А когда мальчик рождался, а вот сейчас вот охотники, вот сейчас время выдры, там, не знаю, время кота, вот это время оленя. Ну, то есть чтобы была какая-то ассоциация вот с природой, природообразной ассоциацией, для чего родился человек, какие у него значения есть по времени рождения. Соответственно, славянский календарь, дай лет, дай лет, по 9 дней, по 40-41, астрологический календарь, календарь 52-х недель и имена слов. Ну, я понимаю, что вам сложно и здесь не видно, но я думаю, когда-нибудь можно будет это увидеть поближе, с имена словом вообще очень интересно. Представляете, раньше было 365 имен, и здесь остатки, не в каждой клеточке есть название, здесь есть по старому стилю, по новому стилю, но есть даты, когда нет имени. Но представляете, как упрощается запоминание, что если человек родился там в день Николая Зимника, его назвали Николаем, ну, то есть все знают, когда у него день рождения. Раз ты Николай, значит, у тебя день рождения, день Николая Зимника. Если ты Аксинья, значит, у тебя день в Аксинью, там, и все, то есть, ну, очень просто. То есть не просто там святки, не просто вот это вот обращение к каким-то основам, это была связь с определенной датой. 365 имен, не так сложно запомнить, да, особенно ты повторяешься, праздник, день рождения, как бы именины, то есть легко запомнить, то есть имя давало связь с календарем. И сейчас не все помнят там, что, например, там, 19 ноября, там, день Святой Александры, или там еще что-то, хотя вот мы могли бы это помнить, и это очень любопытно, интересно. И, например, в Праге есть орлеанские часы, и там есть два циферблата, да, одни часы, которые показывают там лунные, солнечные, очень красивые, а второй большой циферблат, и там мелко-мелко-мелко-мелко имена вот так вот стоят. Ни в одном путеводителе не написаны эти имена, нигде ничего не говорится про этот второй циферблат. Я обошла библиотеки, ходила туда, покупала все материалы, которые рассказывают про эти орлеанские часы. Нету, только про первый циферблат, про Луну, про Солнце, а про 365 имен. Ну, это же вообще крутизна, то есть узнать 365 имен, 365 дней, это очень интересно. Православный календарь, здесь два цвета. В православном календаре сохранилось очень важное качество времени, постоянное и переменное. Постоянное – это когда праздники приходятся всегда в одно и то же время, да, там, Успения Богородицы какие-то, которые никогда не меняют свою дату, а есть переменные. Это Пасха, которая имеет такое движение туда-сюда, каждый год меняется, каждый там расчет, и от нее начинают плыть какие-то праздники. Именно в православном календаре сохранилась эта особенность, что есть постоянное, 365 дней, например, и переменная календарь, там, 13-20, который там меняет цвет дня и каждый день имеет свою характеристику. То есть появляется какая-то четкая система, в которой можно как бы накладывать друг на друга. У Майя было более 20 календарей, я взяла здесь только 4, 18 веналий и уае, 13 лун, соцтун и тотемы Майя. Еще был в 2010 году модный Айв Брайбер, который сказал, я придумал календарь Симметрия 4-5-4. Мы поделим год на месяцы, который в январе будет 28, в феврале 35, в марте 28, в апреле 28, в мае 35, в июне 28, в июле 28, в августе 35, в сентябре 28, в октябре 28, в ноябре 28, в декабре 35. Ну ведь хорошо так, симметрия просто вообще прям по полной. Его в 2010 году просто пиарили, ребята, он такой классный придумал проект. Я думаю, ну вообще, ну оставила, чтобы знать, что вот была такая вот грандиозная, я не знаю, что это, пиар-ход какой-то, афера, да, типа симметрия. Ну а вы не знаете, что такое симметрия? Ну сорян, короче, вы тут. А это симметрия, ну ничего, что тут вообще не симметрия. Вот, и, соответственно, вот у нас есть прямая 365 дней. Кто-нибудь вообще задумывается о километраже? На каком километре орбиты мы сейчас находимся? Ну ведь она известна? Километраж орбиты известен. В какой километр мы сейчас пролетаем? Где эта станция, где эти вехи, километражи-то вообще? А с какой скоростью мы летим? 30 километров в секунду? Неплохо. Значит, мы сейчас вот за этот час, там, хоп, она, пролетели такой километраж. Вы вообще ощутите волосы назад? У нас вообще тут космический корабль, мы летим с бешеной скоростью. 365 дней, там каждый день. Внимание, 2 миллиона 592 тысячи километров каждый день. Да наша Земля 40 тысяч километров вся. 40 тысяч. А мы такие каждый день 2 миллиона 592 тысячи километров. Ха-ля-ля, летим. Ну как бы вообще, где вот это вот, где логика, где математика, где геометрия, где вообще вот это вот все? Ну я не знаю, как это доказать. Ну у меня вот вопросы. Я не знаю, как проверить скорость, которую нам задают. Я не знаю, как проверить там километраж этой орбиты, где мы там вообще все летим, расстояние от объектов. Ну то есть, когда начинаешь накладывать вот математику, которая фрактальна, тут вообще все плывет. Поэтому мы будем с вами проживать очень интересное время, когда мы будем задавать вопросы, а ответов не будет. Или нам придется, ну как бы видеть, что эти ответы не соответствуют математике, геометрии, ну каким-то законам, которые вот обычно здравому смыслу, здравой логике. Ну и я сделала вот таких два календаря на один год, где это один год. То есть здесь вертикальное прочтение, здесь радиальное прочтение. То есть здесь мы видим 13 лун по 28 дней. 28, 28, 28, 28. Оп, у нас что получается? Элемент вращения. Один год. Ну я надеюсь, вы в своем сознании можете это разрезать, собрать, и у вас получится такой тор времени. Ну точно такая же как бы схема, такая же воронка. Соответственно, каждый день у нас получается оборот Земли вокруг своей оси, один столбец оборот Луны вокруг Земли, и, соответственно, вот прохождение Земли вокруг Солнца. Если они вообще вращаются все друг против друга. Вообще это будет очень любопытно, когда мы будем математически это все проверять. И данный формат показывает нам еще больше интересных вещей. Здесь начинается с 26 июля, и идет 4, каждый сектор это одна неделя. 4 недели по 28 дней, 4 недели 28 дней, называется Луна. И, соответственно, вот у нас 13 лун по 28 дней, каждый круг это плазма, каждый круг это день недели. И, соответственно, все понедельники, все вторники, все среды, и как бы, и хоп, и у вас очень наглядный календарь отдыха. Надо всегда ориентироваться на отдых, не на работу, надо на отдых ориентироваться. Теоте равняется арт, энергия, преобразованная временем, становится искусством. Соответственно, 52 недели, 52 субботы, 52 воскресенья, и как бы, и вы таки начинаете планировать, как вы проводите это время, куда вы его распоряжаетесь, куда вы ходите, где вы бываете, куда вы поедете. А потом, соответственно, уже можете наблюдать и, ну, остальное какое-то время, там, как бы, будете продавать свое время, и чтобы можно было хорошо отдыхать. Ну, соответственно, 100 таких листочков, ну, или вот, ладно, давайте попробуем, 100 таких листочков. 100 таких листочков, получается, сколько лет? 100, да, ну, как бы, и мы, хоп, и сжали все ваше время. Сколько вы там прожили? 20? 30 таких листочков? 50? Би-би-би? Очень мало осталось вам таких листочков. Соответственно, глядя на вот этот элемент вращения, мы сразу видим вращение земли в оборот, суточный цикл, луна за 28 дней, и, соответственно, вот у нас 28 на 13, получается 364, и зеленый сектор 365. И мы можем увидеть здесь не просто движение по циклам 52-х недель, но можем увидеть еще и циклы, которые идут в пульсар года. Первая луна, пятая, девятая, тринадцатая. И мы сейчас находимся вот в этом, в галактической луне. И математические исследования, что у каждой цолькини, может быть, клеточка еще и солнечной печати луны, что каждый волновой модуль — это один год, соответственно, за 20 волновых модулей проходят годовые циклы. Здесь мы можем увидеть, что есть как бы кин луны. И сейчас вот мы находимся вот в этой точке, вот белый, здесь серым выделен мистический столбец, зеленым выделены порталы галактической активации. И мы сейчас для вас это просто набор каких-то картинок. Ну вот они просто там картинки, да. Сейчас мы немножечко вам поменяем фокус внимания, и вы увидите вообще волшебство. Раз, два, три. И вот сейчас вы видите волны времени. Например, синяя волна, белая волна, красная волна. И вот тут начинается серфинг во времени. То есть это не просто эти волны, это пульсары, это определенная математика. Это волны, которые имеют причинно-следственную связь. Тогда все, что сейчас происходит, это не просто случайно. Это определенная закономерность, это определенный синхронный порядок, который определен математической предопределенностью. Но так как человек не знает эту математическую предопределенность, ему кажется, ой, случайно, там получилось как-то так. А все это луч, да, случайность, получилось, да. Это луч, который синхронизирует и появляются вот эти вот закономерности. Причем в одну сторону идут пульсары, которые соединяют цветовые, хроматические пульсары. В другую сторону это точно черточные пульсары, которые здесь тоже видны только профессионалам. То есть это те, кто знает. Поэтому тут не все такие эксперты. Но это есть здесь, это определенная математика. Это очень круто. И, соответственно, если мы возьмем и склеим, да, между собой, надеюсь, вы в своем сознании можете склеить вот эти вот элементы, 52-недельный цикл. Это получается тор, да, это тор, и все, и вся тороидальная система, где у нас тут торы, которые невозможно посчитать, которые невозможно измерить, непонятно, где начало, где конец, куда он там складывается. Их невозможно увидеть. Тор в торе там, как они идут, чем они отличаются, где у них точка отсчета, где завершается. Вы знаете, что в торе можно построить только, ну, физический тор можно построить только либо 13 витков, либо 20 витков. Мы с Хабаровым делали эти эксперименты, и он сказал, тор в другом случае не получится. То есть у тора должно быть только 13 или 20 витков, чтобы он был гармоничный. Соответственно, это очень любопытная математическая модель. И дальше мне было очень любопытно, я собрала следующие циклы, 26 тысяч лет. Как понимать, то есть, ну что такое 365, это же только маленькая часть. То есть надо понимать, что мы живем в огромных циклах, и периодизации сохранились в разных культурах тоже. То есть 26 тысяч лет, это астрономический цикл, да, это Великий Платонический год, это цикл земной прецессии. Как бы вот, пожалуйста, наблюдайте, смотрите. Ну, в древних культурах тоже сохранилось деление этого года. Да, в ведическом времени делилось на 4 эпохи Кали-юга, Два Пара-юга, Трета-юга, Сатия-юга. И сейчас только эпоха Кали-юга длится 432 тысячи лет. Внимание! 432 тысячи лет. Самое маленькое, самое маленькое. Нам только 427 тысяч лет нам еще осталось. Поэтому Кали-юга, 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 ну, для них Кали-юга, а у нас в славянском времени наступает другое время. У нас сутки Сварога. Смотрите, какая красота. В сутки Сварога 25 тысяч 920 лет. А я вам говорила, 30 секунд умножьте, ой, 30 километров умножьте на 86 тысяч 400 секунд в сутках, вы получите 2 миллиона 592 тысяч километров. То есть это вообще как бы очень красиво такая вот, я даже не знаю, что это назвать, да, такой вот. А сутки Сварога делятся на 16 чертогов, в которых каждый чертог длится по 2160 лет. 2160 умножь на 16, получается вот эта вот цифра. То есть славянская математика, она очень точная, она очень красивая. И, соответственно, вот у нас 2012 год, вот он как бы тут красной линией. Мы перешли, живем там в Кали-Юге, перешли там в чертог белого пса, там Велеса. У нас начинается утро. То есть мы прожили ночь Марой, самое темное время, чертог Лиса. А теперь после 2012 года мы перешли утро. Но сейчас понятно, что это еще только-только самое-самое-самое вот только начинает бережить свет. И нам еще только-только и наша жизнь слишком коротка. Да, вот наша соточка как бы по сравнению с 2160 вообще. Поэтому мы морально готовимся к перевоплощениям. Кто готовится к следующему перевоплощению, так прекрасно. Есть лес рук, товарищи, друзья, это прекрасная история, что можно подготовиться, перевоплотиться и снова заниматься тем же самым. Вы здесь родились не просто так, да, хранили это знание. И теперь снова можно вернуться и двигаться дальше с нового уровня. Соответственно, майянское время, которое было 13 бактунов, 5200 лет или 5125 лет более точные, что это эпоха шестого солнца, там один пиктун 7900 лет, 260 бактунов, колобтунов. Это просто красивейшая математика. Соответственно, мы расширяя горизонты своего времени начинаем мыслить совершенно по-другому. То есть считать, где мы реально находимся. И что все остальные временные календари, которые мы сейчас изучаем, они все как пазлы. В одном календаре сохранилась одна идея, которая важна как зеркало. Мы сейчас проживаем в волну белого зеркала, и поэтому каждый пазл, который мы сейчас собираем, это как разбитое зеркало. То есть у китайцев сохранилось одно, у славян другое, у евреев третье, у остальных народов еще какие-то элементы, которые повторяются или наоборот дублируются или отличаются. Но суть остается в том же самом, что они все смотрят на одно и то же. Астрономические циклы измеряют одно и то же. Просто разная интерпретация. Немножечко. И, соответственно, для всех землян идея, которая может просто перевернуть мир и посмотреть на это с другой стороны, это именно время, смена, хрональный сдвиг. То есть поменять время измерения, поменять, вот выйти просто из этой пустой, никчемной, рассинхронизирующей системы григорианского календаря. Да, перейти эту реку, а это этап, который прям каждому нужно сделать, выйти на новый уровень мышления и перейти в своей голове. Это невозможно сделать сверху. То есть, конечно, когда будут говорить Путин или Далай-Лама, это, конечно, классно, но это все мы сейчас в галактических яслях. То есть каждый человек должен сам себя самостоятельно поменять в своей голове, это парадигма. Каждый сам учился пользоваться телефоном, каждый сам пользоваться компьютером. Точно так же вы должны научиться пользоваться своим мозгом, чтобы потом перейти на новый уровень, двигаться с новыми опциями в голове, то есть развивать мышление так, чтобы вы могли воспользоваться без часов, без календарей, развивать свою телепатию, слушая свое сердце и тот синхронный порядок, в котором вы находитесь. И вот все. Нет, вам кажется, на камеру, может быть, это и не громко. Ну что, дорогие друзья, ставьте лайки, пишите на кремлин.ру. Встреча с Владимиром Владимировичем приблизит тот момент, когда мы создадим единый калькулятор, который позволит объединить все календари. Итак, в студии вопрос. Насколько я понимаю, можно достаточно детально понимать причинно-следственную связь событий. Зная, что, как течет, откуда что начинается, во что превращается. Вопрос такой. Понимая все это, можем ли мы оказывать влияние на события в нужном нам ключе? То есть, поскольку это прикладная система, она объясняет фактически все происходящее на глубоком математическом и духовно-телепатическом уровне, скажем так, может ли это влиять, поскольку это начинается с глубочайших времен и все объединяет. То есть, поскольку наше сознание способно порождать те мысли, которые влияют как мыслеобразы, как структуры на события, можно ли с помощью этого влиять на события в нужном нам ключе? Скажите, пожалуйста, я ответно задам вопрос. Вот не зная всех этих систем, вы способны влиять на события? Вот люди говорят, да. Соответственно, данная система говорит просто о более точной синхронизации. Эта способность есть у каждого, она есть без вот этих вот инструментов. Мы формируем в своем сознании, как архитекторы, те события, которые будут. Мы все архитекторы той реальности, в которой мы находимся. Сейчас вы находитесь в моей мечте. Как вы тут оказались? Вообще, что я сделала для того, чтобы вы пришли сюда? Вы пришли на глазами, волнувшись, я готовлюсь. Это Ярослав. Да, 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 это Ярослав, да. Собрал. Да, 20 лет мы готовились, Ярослав собрал. Нормально. Нет, но точность, точность, точность вот попадания наших мысли-образов. Вот, вот, вот в этом вопрос, насколько точно вы можете попадать вот в это игольное ушко, чтобы у вас случалось именно то, что вы хотите. Но человек полагает, Бог располагает, ла-ла-ла. В общем, мы начинаем путешествовать во волнах времени. Мы начинаем попадать в нужные моменты, используя телепатию. Ни разум, ни какие-то там свои умозаключения, что вот нам это надо, да, мы очень сильно хотим. Нет, это такое легкое, типа, было бы неплохо. И оно такое раз, и реализуется. Потому что очень важно намерение, духовная часть. Зачем вы это хотите? Для чего вы? Знание, науке времени вам не откроется, если у вас нечистые намерения. Вообще не откроется. То есть тут очень ясно. То есть фактически сотня человек с прекрасными намерениями, с точным попаданием вот этого намерения в будущее может изменить фактически все. Да. Ну мы, в общем, так и видим, что, в общем-то, есть это сотня, которые меняют. Может, это не мы сейчас, но кто-то это делает. А может быть, мы станем этими людьми. Может быть, вы лично измените этот мир. У каждого есть эта сила. Единицы меняют мир. Есть лайфхак, дорогие друзья, дорогие зрители. Мужчина — это более примитивное существо. Женщина — это гораздо более продвинутая особь биологическая. Мы — обрезанная версия женщин. Женщины — это особая метафизическая суть, которые чувствуют и общаются с природой напрямую, имея возможность зачинать внутри себя жизнь, вынашивать, родить, ухаживать. И, соответственно, как поймать вот этот момент? Служить женщине. Служить женщине. И какой женщине? Где ты чувствуешь, что это служение общему? Общему. Ученые поделились со мной. Они говорят, Ярослав, мы все живем в социуме. И если ты 80% отдаешь обществу, а 20% себе, то это гармонично. И тогда весь космос и вся Вселенная будет дуть в твои паруса. Но без женщины жизнь мужчины абсолютно бессмысленна. И нужно найти ту богиню, которая является для тебя вдохновительницей. А ты для нее являешься вдохновительницей. И всю свою мощь ты направляешь на ее реализацию. И если ее реализация находит поддержку в себе подобном женском сообществе, то это разведпризнак того, что это получит планетарное распространение. Ибо с эфирно-торсионной точки зрения, если удалось объединиться хотя бы двум кваркам, и они начинают синхронно вращаться вокруг своих центров масс, то неминуемые эти два кварка своей энергетикой из пограничного слоя присоединят к себе из внешнего контура. И пойдет цепная реакция образования этого тора. Поэтому, да, конечно же, мы способны влиять на события, не привлекая внимания санитаров. Ну, в общем, это воззвание к женщинам. Женщины обладают силой рождения детей. У них есть врожденные часы. Они синхронизируют ритм семьи. Они говорят, когда есть, когда спать, когда в кружки. И ни один мужчина не занимается этой деятельностью. Именно женщины управляют временем. Поэтому женщинам надо встать и сказать, так, внимание, а сейчас наше время. Время наше пришло. Просто взять эту ответственность. И научить. То есть, на самом деле, может быть, сейчас будет период, когда бабы взвоют. А может быть, как бы период, когда женщины будут говорить более уверенно. Говорить о каких-то нравственных вещах. Говорить о ценностях. Чтобы взрастить жизнь, надо 20 лет. Пять человек должно участвовать, чтобы взрастить одну жизнь. И сейчас люди, у кого сломанное сознание, уничтожают и тратят кучу денег на военные, милитаристические цели, конечно, тратятся ресурсы наших предков, наших потомков, наши ресурсы. И, конечно, женщины должны каждая выступить и сказать, я против. И мы можем это делать. И мне кажется, что в этом наша сила. И сила в том, что мы сделаем этот хрональный сдвиг. Нам ничего не мешает каждому перейти на этот ритм измерения времени, изучать его, углубляться, учить своих детей. Ну, хотя бы сохранить свое потомство, которое рядом. То семью, тех друзей, которые рядом с нами. Соответственно, у нас станет единство землян. Потому что мы синхронизированы. У нас куча друзей живет в разных странах. Сейчас все разъехались. Тем более, русский язык всех нас объединяет. И мы сможем сделать очень многое, двигаясь в этом ключе. Поэтому огромное вам спасибо за то, что вы притянулись на эти кварки. А есть вопросы? Все понятно? Меняем слово замужем на предмужем. Предмужем. Хорошая тема. Смотрите, вот, дорогие женщины. У вас здесь собралось еще много. И берем много интервью с женщинами. Женщина и есть различного рода разных номинаций. Там женщина, еще что-то. И они все рассказывают. Мы мечтаем о мужчине, за которым мы будем замужем. А муж это добытчик. А мы будем, значит, воспитывать. Ну, там траля-ля по списку. Но какова логическая ошибка? Что в условиях ростовщического рабовладельства невозможно обеспечить всех мужчин достойным доходом. Весь капитализм построен на том, чтобы выжимать соки. Максимально отбирать прибыль. И сегодня люди фактически живут за оплату бетонной клетки и пропитания. И в этих условиях женщины не осознают, где живут. И продолжают такие. Желаем за мужа. За какого мужа? За раба, что ли? Ну, за раба. Я мечтаю за рабом встать и быть такой же рабыней и заурой. И показываю рабыней и заурой. То есть, проформатировали мозг миллионов россиянок и вообще по всей планете. Без эфира, дорогие женщины, нам некуда. Эфир. Эфирные технологии. Когда женщины по всей планете начнут говорить, мы хотим мужа, который с эфиром в обнимку обеспечит нам летающий дом, летающий теплицу, чтобы мы могли рожать бесконечное множество, приводя сюда души. И мы вошли в эру развития цивилизации, где там на небесном плане миллионы ждут своей реализации. И мы создаем условия для того, чтобы пришли эти миллионы. И тем самым увеличили разумность нашего сектора галактики. Если Вселенная говорит разумно, то мы непосредственно влияем на уровень разума на планете. И проходит эксперимент. На дальней афроцентавре меряют датчиком, что мы источаем. Мы источаем ненависть, жалость, чувство жертвы. Или мы источаем любовь безусловную, безвозмездную, где нет чужих детей, где нет детдомов. Потому что вообще непонятно, как это возможно. У каждого человека на планете есть возможность проявить в себе качество, заботиться о другим. Сегодня люди не в состоянии это сделать, потому что нет ресурсности, просто банально. Поэтому, уважаемая женщина, наступил тот момент, когда я как драматург написал пьесу для женщин. И сегодня эта пьеса была исполнена в исполнении Юлии Владимировны Татьмяниной. А где же все-таки Нобелевская премия? Нобелевскую премию дают после 65 лет. В чем заявка на Нобелевскую премию? Поэтому я жду этого возраста, к этому возрасту как раз все будет нормально. Нобелевская премия по нескольким направлениям. Давай, записывай. На камеру перед присутствующими. Прямо меня подводите. Это вопрос в зал, из зала. На какую Нобелевскую премию я просчитываю, да? Да. На какие номинации? Да. Так, ну что же, я к этому вопросу не была готова, но попробую сформулировать. За концепцию, будем вести себя как Ярослав Старухин, за концепцию единой теории всего. Хорошо. Есть такая заявка, есть такая номинация. Точка. Единая теория всего. Да, единая теория поля, да, единая теория, которая будет объединять образовательную парадигму, будет объединять астрономию, математику, геометрию и все остальное. И это в точку, дорогие друзья, ибо новый научный парадигм – это теория единого поля и теория единости всего совсем, дорогие друзья. А мне пришла прекрасная мысль. Женщины, а давайте зададим вопрос, а куда тратят наши деньги? Ну, зададим вопрос к бюджету страны. Ну, как бы, мы же можем задать этот вопрос, какое идет распределение, куда тратятся деньги? То есть вот на детей, на женщин не хватает? Не хватает. На культуру не хватает? Не хватает. Куда тратят деньги нашей страны, ну, тем более мира? То есть я считаю, что каждая женщина должна получать, особенно та, которая занимается наукой времени, 86 400 секунд в сутках. Соответственно, хотя бы рубль за секунду женщина должна зарабатывать. Соответственно, 86 400 рублей каждой женщине, мне кажется, хватит на то, чтобы воспитывать детей, жить счастливо и так далее. Я поэтому призываю к тому, чтобы в день, в день, в день, в день, в каждой женщине, да, я тоже считаю, ничего сложного. Сейчас как бы цифровая реальность, это просто карточки или там еще что-то. Причем 86 400 герц каждую секунду мы пропускаем. То есть герц – это одна секунда как бы одного заряда. 86 400 герц каждую секунду. Мы как генераторы там куда-то, где-то, в общем, мы что-то вот пропускаем. Ну что, мы деньги не можем пропустить? Девочки, мечтайте, чтобы расширить этот поток, куда вы потратили. Давайте намерение объединяться вместе и мечтать. Да, да, давайте. Вот это сегодняшний день, который дает нам намерение. Поэзии и песни, в которых мы сможем рассказать миллиардам жителей планеты об образе будущего. Да, творчество – это как раз проявление закона Теоте равняется арт, что энергия, преобразованная временем, становится искусством. Поэтому давайте мечтать, давайте творить, давайте петь об этом. Вот Рошель так и заявил в свое время. Кто? Рошель, да? Ну вот видите, наверное, пора волчку перевернуться, да, и как бы что-то должно поменяться в нашей жизни. Ну что же, сегодня прекрасный день, вопросы закончились, да? Большое спасибо вам за участие, за то, что вы были свидетелями этой встречи, что вы будете смотреть на канале «Глобальная волна», все это. И это историческое событие, когда-нибудь будет снят фильм, где это будет воспроизведено в истории, что каждый человек, который будет участвовать в смене календарной реформы в этом хрональном сдвиге, окажется участником этого кино. Большое спасибо. «Глобальная волна» рулит. Давайте стоп сделаем. Да нет, вы делайте стоп, выходите за камеру, за кадр, а эфир-то у нас продолжается, у нас же круглосуточный эфир. А можно еще один вопрос? Да, еще один вопрос. Вот мы к нашим уважаемым сегодня лекторам такой, к обоим, скажем так. То есть поскольку эта система, она объясняет очень многие вот эти все взаимосвязи, то есть можно ли создать некую музыку на вот эти вот все части вот этих спиц? И также как вот химические элементы укладываются? Все это есть, все это уже сделано, но просто есть понятие, вот если говорить, что можно сделать механически, да, дажда, ноты на определенном месте, там еще что-то, но в этом… Видимо, это мелодия, это не ноты. Но понимаете, это творчество, это все-таки вдохновение, это поток, который спускается, и человек слышит музыку и потом ее проигрывает. Это не просто механически натыкать, да, как бы вот, да, все можно поставить, каждый звук, каждую ноту в определенное место, но в этом не будет души, здесь не надо использовать механический подход. В том-то и дело, что мы говорим о том, что механически здесь все очень просто, механически все элементарно, одна точка – это две точки, три точки, все очень просто, можно вообще все разложить элементарно, но на самом деле этого недостаточно, мы должны использовать именно свой дух, использовать свою душу для того, чтобы она участвовала в этом, не просто разум образложить на раз, два, три. Если у вас нет связи с душой, вы вообще не поймете, что тут говорят. И книжки будете читать Хосе Эргойлеса, и не будете понимать, о чем там речь, потому что везде должна быть связь с душой. Тело, разум и дух должны быть как единая стрела. И если души нет, то так получаются формальные признаки, лишь бы сделать, лишь бы галочка, и мы это чувствуем, да, мы видим китайскую продукцию, она сделана, но души там нет. Нет? Точно так же мы сейчас все будем вот этого чувствовать, вот это, какие продукты, как человек проявляет намерение, как он делает, как он думает, мы будем это все чувствовать, это все развивает нашу открытость, нашу прозрачность, нашу чувствительность. Мы будем чувствовать подлость, мы будем чувствовать вожделение, мы будем видеть, как люди себя ведут. И сейчас будет отбор именно по вибрациям, по частотам, где человек находится. И, соответственно, вот эта вот вибрация будет выстраивать наши отношения по деньгам, по проектам, по процессам. Это просто удивительное время мы сейчас с вами проживаем. А нельзя, допустим, задавать частоту человеку? Вот надо воспитать кого-то, да, преобразовать. Нельзя ли сделать какой-то механизм? Ну вот это вот формальный подход, механизм, цифровая реальность, вот это все искусственные интеллекты, это вот все это. Ярослав Петрович, если вы хотите дать слово, я бы с удовольствием попросила высказаться Вадима Михайлова, Еву, ну хоть что-то, вот камера, история, исторический момент, пожалуйста. Расскажите, чем вы занимаетесь, какие у вас сейчас проекты, расскажите о себе. Мы не видели, не слышали вас много лет, выходите, пожалуйста, я прошу вас. Это глобальная волна, уникальный шанс запечатлеть ваш труд в истории. Ева, давай, выходи вместе. Мы предполагали, что будет такая подстава. Это случайно, это не запланированно, это просто... Ой, как-то я в одном тапочке вышел. Могло быть, да, могло быть, да? Это все влияние Ярослава Петровича. Вот, пожалуйста. Нам все понравилось, мне все понравилось, особенно когда речь зашла о том, что искусственный интеллект, о котором только что был задан вопрос, а нельзя ли все соединить в одну единую систему, чтобы запел соответствующий звук. Да, действительно, если нету соединения душ-душа, душ, тело, дух, душа и дух, сокращенно ДДТ, может быть, кто из прежнего поколения, вроде меня, помнит такое слово, им тараканов травили в свое время. ДДТ, яд такой. Так вот, это дух, душа и тело, это действительно то, ради чего стоит жить. Значит, все наши календари, все, что мы накопили за такие долгие годы жизни на нашей планете, а уже 3,5 миллиона лет существуют цивилизации на нашей планете, имеется то, хомо сапиенс, которое, и накопили действительно огромное количество знаний. Они все эти знания потихонечку сейчас, когда мы будем переходить из низшей точки калий-юги, а мы уже из него перешли, и начинается сати-юга, все это будет вскрыто, вскрывается семимильными шагами. Мы собираем группы. Раньше, скажем, на наш семинар по Меркабу приходило там по 140 человек, и все абсолютно смотрели разину фрофт, а что такое цветок жизни, правда, здесь неправильно нарисован. Вот, вот здесь поправильнее, да. Вот, и все просто хлопали глазами, не понимая, о чем идет речь, когда речь идет про сакральную геометрию. Сейчас приходит молодежь совершенно удивительная, такое ощущение, что в них распакованы все знания, которые только существуют. Это удивительное время, действительно пробуждение, и слава богу, что все мы воплощены в это время, представляя из себя самую сильную точку нашего рода, каждый из здесь присутствующих и за пределами этого зала. Вот, а история вообще науки времени в нашем, именно в нашей реальности, она началась у нас в 2000 году. Приехал Хосе Аргуэлес, где-то я его здесь видел, но не важно. Приехал Хосе Аргуэлес, мы тогда были в институте микроэкономики, это на Черемушкинской, Большая Черемушкинская. Вот, и привез впервые понятие о кине, о цоль кине, это священный счет, священный счет дней. Окей, вот, и я узнал, что я планетарный чекчан оказался, пока дело непонятно было, про что речь идет. И мы в этот же год вчетвером поехали в Болгарию. На Рильских горах мы стали штудировать все эти печати, тона. За два дня прочитали 260 постулатов закона времени, не зная, что это энергетически такой мощный допинг, который выдержать нормальный человек за два дня не в состоянии. У нас начались все абсолютно симптомы тяжелейшей дизентерии, отравления. Это действительно произошла переэнергетизация, это действительно произошел совершенно новый инсайт. Мы читали, ничего почти не понимая в этих 260 постулатах закона времени, но энергетическое воздействие мы поняли, что да, действительно с этим стоит поработать и серьезно подумать вообще, о чем же все-таки речь в науке времени. Тогда мы еще не понимали, что слово «время» здесь не совсем уместно по той простой причине, что речь-то идет не о времени, а о циклах. Это разные вещи совершенно. Человек, живущий в наших физических телах, вот такие, как мы все с вами, не дано познать, что такое время. Потому что время, это, Хасар Горис правильно сказал, это чистота. И ум пытается придать всякое время, всякую форму. Вот он в кубе, вот он в шаре, вот он в тароиде. А на самом деле это чистота. Чистота, с которой происходит обновление в сознании того, кто все это придумал, вся наша реальность. То есть это скорости 10 в 19 раз в секунду. Представляете, с какой скоростью все обновляется в этом мире. И вот поймать эту чистоту практически невозможно. И поэтому, да, действительно, надо изучать циклы. Цикл — это сколько прошло чего-то там от точки А до точки Б, если речь идет о длительности чего-то. Но ко времени это никакого отношения не имеет. Время — это то, что на самом деле, и мы сейчас этим очень серьезно заняты. Когда мы стали серьезно работать с выходом из яви через знафь в правь, мы поняли, что на самом деле время — это действительно структура, которую можно сжать, вот ваш один год, наш один год, можно сжать до одной секунды. Мгновенно вот так щелк — и все. Все события, которые мы прожили за 365,24 года, ну, суток имеется в виду, столько их в нашем, в нашем времени, можно на самом деле осуществить, сжав их мгновенно за одну долю секунды просто. Вот, и когда мы поняли, что можно действительно со временем именно таким образом управлять, а этим качеством пользуется на самом деле самый обычный, вот вы посмотрите, найдите Петра Петровича Горяева, вот, он рассказывает про существование таких биологических существ, ну, по-моему, это микробы, точно не помню, может быть, вирусы. Они живут в жерле вулкана, 400-450 градусов, и они остаются живы. Интересно, правда? Оказывается, есть время, в котором любой биологический объект должен был бы сгореть. Это наше время. Что они делают? Они растягивают время, которым живет это живое существо при температуре 400 градусов, в длинный-длинный период. То есть, например, мы воткнули палец в кипяток, нам горячо. Но если мы это время растянули, например, на сутки, то мы держим этот палец при температуре 36 градусов, и никакого вреда оно нам не приносит. Вот это на самом деле интереснейший эффект, причем все то же самое можно сделать не только со временем, но и с пространством. Вот, это интересно, но для этого действительно нужно найти сначала свой источник энергии, потому что любые структуры, которые несут информацию, они бессмысленны, если у человека при этом нет энергии. Почему? Потому что любой обмен может и возможен только, если происходит информационно-энергетический обмен. Информация, любая сама по себе, это тройной инь, она ничто. Но когда вы сюда добавляете энергию, а это еще надо научиться, откуда ее брать. Нам на сегодняшний день только доступно, сверху идет поток праны, снизу 22 уровня опана праны. Мы выбираем один из них, и в зависимости от того, где у нас происходит эта самая точка встречи, сверху огонь идет, а снизу та самая одна из пран, извините, из опана пран. Соответственным образом мы и выбираем стиль нашей жизни. Это самый доступный нам в нашей Кали-юге, в глубокой тьме сознания, в глубоком сне, единственный источник энергии. А есть другие источники. У нас есть совершенно удивительный источник, который называется физический вакуум. Можно посмотреть, почитать физический вакуум Шипова, Акибов-Акибов ушел. И понять, что на самом деле из того, что мы называем физический вакуум или пустота, можно извлечь огромное количество энергии, причем это уровни, 6 уровней вакуума. Мы можем использовать только низший, самый первый, и то не всегда. Наша душа, которая появилась от соприкосновения духа и материи, в момент их соприкосновения рождается душа, как промежуточная инстанция. И поэтому напрямую дух, прикоснувшись к материи, убивает эту материю, к сожалению. Как бы нам это ни было печально, для этого была создана душа, как промежуточная структура, и она помогает медитировать нас, то есть и я, и все мы. Это всего лишь медитация души. У души на самом деле куча проблем с этой медитацией. Она просто не получается, ничего сделать не может. То есть мы настолько эгоистичные, мы настолько вообще самоцентричные, мы настолько заинтересованы в деньгах, в благополучии, во всякой дребедении, которое на самом деле после развоплощения с собой взять нельзя, что душа отчаянно просто-напросто перестала на нас обращать внимание до тех пор, пока мы не достигнем своего, как минимум, второго посвящения. Поэтому это большой, серьезный уровень без раскрытия сердца, без определения того самого места, которое называется «О Мани Пед Мэ Хум» или «Крохотное пространство священного пространства сердца». Вот здесь оно живет. Сделать ничего нельзя. Только там можно впервые обратить на себя, попросить душу обратить на себя внимание. Поэтому мы просто вынуждены были оставить все, что мы наработали, все религии, все структуры, которые раньше питали нас, и нам оказалось это очень интересно. Мы поняли, что на самом деле пока человек не познает себя, все внешнее, оно развивает наши ментальные структуры. Они нужны, безусловно, нужны. Но чтобы прийти к истине внутри себя, то надо идти только в сердце, больше никуда. Потому как есть такое в Убанишадах, мы частенько повторяем эту фразу, она объясняет многое. А значит, если скажут тебе, а кавычки открываются, если скажут тебе, в священном граде нетленного в теле нашем существует лотос, а в лотосе том крохотное пространство, что есть в нем такого, что человек должен жаждать познать его? Ответить тебе следует. Безбрежно, как пространство внешнее, то крохотное пространство внутри тела твоего. В нем небеса и земля, огонь и воздух, молнии и созвездия. Все, чем обладаешь ты здесь, внизу, и все, чем не обладаешь. Все это собрано в пространстве том крохотном, внутри сердца твоего. То есть, представляете себе, в нашем сердце есть маленькая-маленькая точечка, в которой, как физическая свертка, собран весь космос, абсолютно весь. Вот куда вы, что вы не придумаете, вот просто все абсолютно. Причем там сказана ключевая фраза, все, чем обладаешь ты здесь, внизу, имеется в виду о чем мы знаем, что мы знаем из истории, что мы прогнозируем на будущее, и что не знаем. То есть, это вся тональ и нагвали вместе взятые. И все это присутствует вот в этой маленькой точечке. Вопрос, где Бог? Где его искать? О, ручку положил вот сюда, вот до него 5 сантиметров. И там Бог живет. Смотрите, как просто все оказалось. Поэтому, если погружаясь в это пространство, там действительно все меняется абсолютно от начала до конца. Там время по-другому, там пространство сжимается просто до мельчайшего элементика, который состоит буквально из нескольких атомов всего. Но в такой структуре находятся эти атомы, которые способны вместить в себя всю Вселенную. Вот это действительно интересно. Но, к сожалению, сейчас пока в том состоянии, в котором мы находимся, мы это сделать не можем. Вот Хосе оставил для нас, Хосе Аргуэлис, оставил для нас прекрасное наследие. Он сформулировал о том, что время есть чистота. Это прежде всего. Будь то 13.20, будь то 12.20, 13.20, будь то 12.60, в данном случае не особо в этом речь идет. Да, 12.60 – ложный календарь, абсолютно из пальца высосанный, григорианский. Но у него тоже есть свои особенности и свое качество. Важное именно в понимании, почему вообще календарь нужен. Оказывается, секунда – это всего лишь навсего в состоянии медитации длительность, еще раз говорю, не время, а длительность, между двумя ударами сердца. Все. Вот мы, когда в спокойном состоянии, в медитации находимся, сидим, «О, мани, пэдмэхум», тук, 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 отсчитывается секунда. Все сутки поделили, получилось то самое 84.600, а блин, сколько там получается, или 86.400 секунд. Вот столько раз ударяется медитативное сердце в течение суток, а дальше из него можно выстроить чего угодно. Вопрос, почему, Кирюшка, вот вопрос, почему выбрать григорианский календарь? Потому что 31 декабря или 1 января Сириус восходит точно на юге для 45-й широты. А это родительская звезда для нашего солнца, поэтому естественным образом, хоть здесь, при всей ее искореженности и прочее, сделать хоть какую-нибудь привязку, где гелиотический восход Сириуса происходит. А он точно на юге для 45-й широты. Значит, это уже есть зацепка, чтобы посмотреть, а почему все остальное искажено, а это правильно оказалось. Тоже интересный вопрос. Или, например, тот же самый Дандерский зодиак. Значит, в Дандерах, кто был когда-нибудь в Египте, мы его прошерстили весь от Абу-Симбала до Александрии, везде побывали, даже в Ахитатоне была наша первая экспедиция, куда приехала вообще русская группа и когда-либо назначила себя там, в этом месте. А до этого места, вверх по Нилу, есть такое место Дандера называется, извините, пониже. А там Дандерский зодиак. И у него есть на потолке огромный такой размером, наверное, потолок из базальта, черный круг. И там очень интересно устроен календарь. В чем его смысл? Там точно так же аналогичным образом нарисованы наши 12 знаков зодиака, но рак находится на внутреннем круге. То есть, если, скажем, вот так нарисованы все знаки зодиака, то рак почему-то выскочил ближе к центру. И вот нашелся умный человек, который точно понял, что именно с этого момента произошла дикая катастрофа. Например, это было 3,5 тысячи лет назад, когда огромный метеорит, ударив в нашу Землю, изменил ее орбиту и скорость вращения вокруг своей оси с 360, как правильно говорил Кирюша, до 365.24. С этого момента произошло падение нашего сознания. То есть, из нормально работающих в синхронном порядке людей мы превратились в совершенных дебилов, которые еще и включают каждый день телевизор. Это тоже своего рода дебилизатор, смотрят в соцсетях, это дебилизатор в квадрате, даже в кубе и так далее. Поэтому ничего остановить уже здесь нельзя. Здесь надо или эту цивилизацию каким-то образом, чудом обновить, или, как это было много раз за это время, мы прошли свой детский садик, нас надо уничтожить и начать все сначала. Вопрос спорный до сих пор, но, тем не менее, смысл и ответ есть. В чем его ответ? Ответ очень прост. У нас на самом деле удивительная сторона. Это так называемая, началась эпоха Водолея. Я напомню, что эпоха Водолея, это когда, значит, по астрологическому, когда у нас происходит событие на Земле, происходит смена энергии, лучей. Она произошла в феврале 90-го года, то есть, извините, 91-го года. То есть уходящая энергия религий, всех религий, которые есть на Земле, она ушла и пришла, энергия седьмого луча, которая формулируется как церемониальная магия, совершенная структура, форма, порядок, синтез и организация. Вот эти вот ключевые пять слов, на которых сейчас идет вся энергия. И эта энергия направлена на Россию. То есть для тех, кто знаком с высшей математикой, извините, даже с обычной статистикой, там есть такое понятие распределения, нормальное распределение. И у него там так называемые три сигмы есть. Так вот 62% всей энергии седьмого луча идет на Россию сейчас. Это удивительно, понимаете? То есть это вообще страна неизгибаемая. Это страна, в которой будет возрождаться дух, душа и, соответственно, тело, и экономика, и все, что с этим связано, на пустом месте. То есть вся энергия этой всей новой эпохи идет именно сюда. Вот поэтому вопрос какой? Сюда это куда попросили? Куда? В Россию. Из аппаратной подсказывают, говорят, и не просто Россию, а на армянский переулок 7, где собрались... Не без этого, не без этого. Вот, и поэтому, значит, то, что сейчас происходит в нашей стране, нужно эти возможности использовать. Ключевое слово в седьмом луче – церемониальная магия. Каждое полнолуние мы проводим мистерии. Самое наше любимое мистерие сейчас идет на Соборной площади в центре Кремля каждое полнолуние. Вот, если вы тайно придете и подсмотрите, как происходит, или подслушаете, то вы нас там увидите, небольшой группа, человек 10. Почему? Потому что это сердце, 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 сердце. Мы его 4С называем. Это сердце России, сердце эпохи Водолея, сердце планеты, ну и сердце Москвы, соответственно. Именно в этом месте творится некое новое чудо. Поэтому был задан вопрос о том, можно ли что-то изменить. Не то, что можно, а нужно. Почему? Потому что это прописано в плане, в плане Бога на Земле. Придет эпоха Водолея, единственная задача и цель которого – создать братство человеческое на Земле. Вот этому посвящены все наши вопросы, все наши медитации, вся наша работа, которую мы проводим как с внешней группой, так и в нашей паре. Мы в паре работаем, у нас принципиально парная работа. Мы две красных печати, дракон такой же, только первый. Первый дракон и, соответственно, десятый чекчан. А красные печати, вы знаете, что это всегда генераторы идей. Поэтому у нас куча идей, а мы учимся реализовывать. Еще раз говорю, у нас мощное оружие у страны, церемониальная белая магия. С помощью ее можно сделать абсолютно все для того, чтобы приблизить это прекрасное время братство человеческого на Земле. Спасибо. Вот это сегодня удивительный день. Кирилл, можно вас пригласить? Вы как главный, и вас тоже запечатлеть, люди скажут завершающее слово, а вы с другой стороны как мужчины, конечно же. Ну что-то давай за жену стоим. Замужем, да? Или предмужем? Предмужем. Внимательно, что парад, потому что это исторический момент, дорогие друзья. И это не стыдно показать первым лицам государства планеты. Ну что же, дорогие друзья, сегодня удивительный день, когда мы присутствуем, когда энергии мужского и женского знания объединяются, когда мы можем синхронизировать идеи, синхронизировать направления, увидеть единую платформу для объединения, и чтобы мы могли каждый принять участие в смене этого времени, в смене временных парадигм. И очень ценно, что даже здесь, в зале, у нас гармоничное взаимоотношение мужского и женского. То есть для того, чтобы перейти науку времени... Смотри на мужчину. Да я вижу в зеркало. Вперед, друзья, женщины вперед, мужчины за нами. В общем, именно наше чувство юмора, которое есть в науке времени, позволит нам перейти в новые измерения легко, свободно и... Семь мужчин, да? Семь мужчин. Будь готов! Семь мужчин. Итак... Так, всем мужчин, все мужчины. Александр Иванович. Итак, Александр Иванович, что такое? Так, где вы? Куда? Артем, ты что игнорируешь? Артем, давай, иди сюда. Камон. Вот, итак. Девочки, это невероятное ощущение, когда мужчины стоят за твоим плечом, держат символы. И все готовы. Я каждой женщине желаю быть в таком окружении. У нас удивительные мужчины, которые могут держать ось, могут поддерживать, могут нести, могут давать. И мы живем в уникальное время, в уникальном месте, в уникальное время. Единое время, единая земля, единое человечество. Единое время, единая земля, единое человечество. Единое время, единая земля, единое человечество. И теперь для истории. Девочки, идемте сюда к нам. Давайте кладу бородоникта. Галактическая федерация приходит с миром. Идемте сюда к нам на этот стрим. Дорогие зрители, посмотрите этот исторический момент. Кто же был сегодня на нашей встрече. Идемте, идемте. Это важно почувствовать себя вот в этом потоке, почувствовать в потоке синхронизации, что мы здесь не просто так, не случайно. У нас у каждого есть прошлое воплощение, что мы здесь для того, чтобы. У нас у всех есть высокая цель, высокие задачи сохранить планету Земля для следующих поколений. И нам в руки дали удивительное правило, вот где мы сейчас находимся, на сферах. И этот переход мы будем осуществлять все вместе, только в единстве наша сила. Поэтому, двигаясь в этом направлении, мы сможем сделать многое. Итак, Ярослав Петрович, фото на память. Большое спасибо. Итак, историческое фото. И все, теперь держим. Давайте скажем великий призыв, как манифестация того, что здесь было сказано. Из источника света в разуме Всевышнего свет струится в умы людей, сходит свет на землю. Из источника любви в сердце Всевышнего любовь струится в сердца людей, возвращается на землю в сознание Христа. Из центра, где, мой Бог, известно, цель направляет устремление людей. Та цель, которой сознательно служат учителя. Центр, имя которому род человеческий, план любви и света, осуществляет и запечатывает дверь, ведущую во зло. И восстанавливает свет разума, любовь и могущество, план Бога на земле. Так есть, так будет, исполняется и свершается, сказанное здесь и сейчас. Спасибо большое. И я хочу всем, кто присутствовал сегодня, сделать галактический подарок, чтобы ваше творчество начало двигаться. Я вам всем подарю, ну, кто хочет, подарю календарь за прошлый год, чтобы вы сделали такое вот вращение времени. И посмотреть, понаблюдать, поизучать, вспомнить и склеить, вот такой вот, такой тор времени. Согласны? Да. Вы желаете сказать, что у вас есть история, смотря в камеру, вы можете подойти к... Друзья, большое счастье, что мы находимся в этом прекрасном сакральном пространстве, музее ноосферы. И я думаю, что для всех нас очень важно осознавать себя человеком нового времени, человеком ноосферикусом. Раньше было понятие homo sapiens, а теперь то, к чему мы приходим, homo ноосферикус. И я рада приветствовать прекрасных наших друзей, которые создали это место, где ученые всего мира могут общаться именно на эту тему. Как в своем сознании, как в сознании сообщества развивать эти новые тенденции человека ноосферикуса. Я хотела бы очень предоставить слово человеку, который является одним из создателей этого прекрасного места. Благословите нас. Я всех благословляю, безусловно. Но также я хотел бы поблагодарить все высшие силы, всех архангелов и всех, 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 кто помогал нам прийти в этот момент. Да, поэтому от этого правильного взаимного обмена будет, конечно, зависеть от того, что сегодня вообще чудесный день. Сегодня очень хорошее общество, сегодня очень хорошие темы и день белого обертонного волшебника, прямо действительно волшебный какой-то сегодня день. Нам уже звонят со всех точек, говорят, как у вас тут хорошо. То есть гармонизировали тут всех и вся, все города, в общем, молодцы. Мы очень тронуты. И такого, наверное, единения редко можно достигнуть, да, вот где-либо. Потому что сегодня просто само и, в общем, началось это прямо с утра. Но воплотилось только вот, когда все появились. Поэтому, так сказать, было детский лепет приготовишек. А вот сейчас начался точно выполняемый план, который мы только что здесь провозгласили. Поэтому обратного пути нет. Получается, все неизбежно. Мы все в золотом веке. Всех поздравляем, да, соответственно. Сегодня, так как здесь столько мастеров, то нам достаточно легко будет синхронизироваться, проживать теперь в моменте, каждый день, столько, сколько мы хотим, полной полнотой, да, и возможностью раскрытия всех наших талантов. Поэтому вся основная идея всего творчества, как этого пространства, так и глобальной волны, так и всех остальных мыслящих людей, естественно, это строительство одной, действительно, одной программы, одной цели, одного человечества, единой Земли, единого времени, да. Поэтому, соответственно, получилось просто исторически, что все эти ученые пришли и составили из маленьких пазлов одну большую картину. Теперь у нас еще есть информационные возможности, системы, которые могут позволить даже это сначала визуализировать, поиск нехорошим словом, там, цифровизация. Предлагаем поменять на числовизацию. Значит, в принципе, в числовизации можно это увидеть будет. Большое вам всем спасибо, мы очень благодарны, что вы есть, да. Сегодня действительно волшебная энергия. Поэтому вдохновение все получили. Главное, чтобы теперь это было непрерывно, да. Уходим в сердце и творим власть. А чтобы оно было непрерывно, дорогие друзья, это зависит от наполнения чего? Бюджета! Да, проект не имеет монетизации, карточка привязана к телефону, поэтому ничто так не греет душу художника, как полнота аванса, дорогие друзья. Тело наше материальное, его надо кормить, поэтому делайте донаты. Я бы хотел назвать это оплату выполненного уже, потому что сделано, да. И большое спасибо Ярославу Петровичу за то, что он тоже... Дежурный по планете, ура! Дежурный по времени, дежурный по времени. Ну что, дорогие друзья, что произошло? Произошло сегодня театрализованное научно-образовательное представление с элементами иммерсивного театра. Сегодня все участники зрительного зала приняли участие. Мы с вами просинхронизировались. Это мега круто. Это и есть разведпризнак того, что скоро нас пригласят всех в Кремлевский дворец съездов, и мы будем встречаться с Ольгой Батюшкой! Ольгой Батюшкой Эпи! Ну что, стоп снято? Стоп снято. Стоп снято? Стоп снято. Да, ну вы выходите из камеры. Мы выходим, а мы продолжаем. Да, а мы продолжаем. Свободный микрофон, дорогие друзья, кто желает выступить? Итак, у нас на связи Мария... Марина Мельникова. Марина Мельникова. Да, это потрясающее совершенно явление наше тут собрание сегодняшнее. И в этом явлении было услышано то, что я хотела, видимо, слышать с момента своего рождения до сегодняшнего момента. То есть нечто собралось в одну точку. Это были слова «церемониальная белая магия». И это были слова то, что «седьмой луч направлен на Россию». Вот эта какая-то гордость изначальная, то, что я человек, рожденный в России, она меня как бы преследовала, так сказать, с самого сознательного момента, с момента осознания. То есть мир огромен, а ты в России. И это придавало самой жизни огромное значение. И вот я сейчас, в этот момент, поняла, почему. Огромная вам благодарность, потому что это были те слова, и то определение, которое моя, видимо, душа, которая находится здесь, вот в этой точке, в которой собрано все, это моя душа жаждала это услышать. Я думаю, такой же инсайт произошел с каждым, кто здесь присутствовал. Поэтому, естественно, все это не случайно. И то, что мы живем в такой напряженнейший момент вообще истории, это накладывает огромную ответственность за то, чтобы то, что понято, и путь, который открыт, чтобы он продолжался. То есть надо идти, надо искать и надо находить. Для меня огромное значение имели те знания, которые принес, например, Мехранта в Аколе Кише. Это ядерный физик иранского происхождения. То есть это понятие плазмы, это понятие взаимосвязи меди и цинка. То есть меди и цинк может нам дать... Меди и цинк может нам дать фактически выход из влияния любых вирусов. Поэтому, например, когда я нашла это знание, я сразу стала экспериментировать над растениями, животными. То есть люди были, которые это все жаждали понять. Все это было практически использовано. Поэтому есть у нас желание создать фильм на эту тему. Мы здесь это обсуждаем на нашей русскоязычной платформе. Ну и также тайна из глубинков, которая называется Ормус. Орбитально перестроенное золото, сверхпроводник. То есть это тот сверхпроводник, который способен распаковывать нашу ДНК. То есть эти тайны потрясающим образом открываются в наше время. То есть случайно сын министра сельского хозяйства штата Аризоны со своими экспериментами открывает белый порошок, который не имеет веса. Он то набирает его, то вес исчезает, исследования. И только в нашей Академии наук на спектрографическом анализе было выяснено, что этот таинственный белый порошок, обладающий такими необыкновенными свойствами, является моноатомным золотом. То есть это было выяснено в России, опять же. И теперь, поскольку это моноатомное золото, его можно, ну, уже понятно, как изготавливать. Это тайны, пришедшие из алхимии в наше время, воплощенные здесь. То есть можно теперь проводить общение с этим моноатомным золотом, которые реально формируют некие качества человека уникальные. Вот так же... Все это идет к раскрытию именно человека на лосфейку. Так и есть. Да, и очень интересно сплетаются вот эти все древние знания. Все... Вот я когда, ну, например, занимаюсь изготовлением моноатомного, вот этого коллоидного золота, у меня такое ощущение возникает, что вот эти все алхимики находятся в духе рядом. Вот, что это вот просто какая-то эстафия. Эстафета. Лаборатория есть, да, кто занимается? Нет, 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 нет. Есть описанный способ из соли мертвого моря. Нет, я знаю, что есть человек, который делает вот такие фигуры, да, он занимается, например, как раз изготовлением моноатомного золота. Ну да, 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 это тоже есть, да. Да, ну... Вот, но это можно сделать настолько, ну, как бы обычным кухонным делом. То есть, в принципе, каждый человек, понимая, что и с чем, может создавать себе... Ну, что будет готово. Как бы там ни было. Ну, вы знаете, когда... Сейчас открывается, сейчас уже время пришло такое, что... Да, да, да. Все сразу. Вы знаете, у меня был такой эксперимент. То есть, я, находясь в Анталье, ну, я просто в Турции прижила 20 лет, вот, и у нас заболели кошечки. То есть, ноги пролизованные, шерсть клоками, то есть, там уже о еде никакого там разговора. То есть, ну, это кошки при доме, вот. Все ветеринары сказали, что это вот такая эпидемия, осталось, ну, буквально три дня. Все, это уже как бы, ну, конец, и даже нет смысла какие-то там что-то давать. И вот мы стали брызгать вот этой плазмой, вот, КЖ-1 и КЖ-2. Вот, то есть, мы брызгали, и получается, что эти животные, вы понимаете, что такое пролизованные, да, уже вот задние ноги, да, то есть, через несколько дней все было нормализовано. А оно же не растворяется вроде в воде. Нет, гидроплазма. Нет, правда, вот гидроплазма, да, 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 да. То есть, просто брызгали из пульверизатора, вот, то есть, бегали за ними, то есть, там, ходили, брызгали, ну, там, каждый час, каждые два часа. То есть, кошечки облизывались, то есть, все к нему поступало. Ну, да, 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 вот. Животные выздоровели. То есть, это была просто фантастика. Потом люди, у которых вот эти, есть очень неприятные такое заболевание, жировики на теле такие огромные такие вот выступают, да. То есть, получается, что при питье плазмы и при, вот, то есть, можно делать там всякие примочки, патчи, так сказать, так далее. Вот, то есть, это две недели, и все проходит. То есть, я нутуропат, я знаю, ну, программу, но она растягивается буквально там на 5-6 месяцев, да, то есть, это определенное питание, дыхание, образ жизни надо менять, продукты и так далее. Вот, а тут 2-3 недели, и огромные такие жировики, там, в виде вот этих яиц под кожей, да, это все проходит. Вот, то есть, это фантастика. Ну, и также растения, да, то есть, все растет, все благоухает, то есть, помидорочки имеют необыкновенный вкус и аромат, и все такое прочее. И самое интересное, что пространство, оно начинает меняться. То есть, ко мне приходили соседи и говорили, дай нам какое-нибудь растение из своего сада. Вот, выбери, дай нам растение. А потом они стали приходить и говорить, дай нам земли из своего сада. Вот, то есть, все было плазмировано вокруг. А как вас зовут? Марина Мельникова. Да, вот, поэтому вот эти замечательные книги, которые написала моя, вот, знакомая, вот, и, то есть, это, ну, такой, можно сказать, миссионерский подвиг, да, то есть, это два тома, плазма, праны, жива, ци, в которой, так сказать, все детально описано по конференциям, вот, ради Бабану с товарищами, вот, то есть, это потрясающие книги, то есть, здесь детально все расписано, как, что и с чем, как этим всем пользоваться. Ну, а книга о Бормосе, это просто нечто потрясающее. То есть, здесь огромное количество, ну, источников. Вот, Елена Кулагина, она является составителем этих замечательных книг. Их печатает белые альвы. Вот, Светлана Николаевна, редактор, то есть, огромное спасибо. Вот, так что, я считаю, у нас сегодня некий какой-то поворотный, судьбоносный день. Ну, пятый тон, пятый тон, поворотный, конечно, обертонный тон, еще с ними нет. Да, поэтому будет сниматься фильм, я надеюсь, вы примете участие. Ну, всякое бывает. Мы стараемся поменьше подняться на людях, если честно. Но, я... А может быть, наоборот? А может быть, да. Но вы можете принять как-то участие своими советами, своей какой-то... Запишите тогда. Да, направленностью. Вот. Ну, наверное, как, через Юлю-то далее? Почему? Нет, нет, ну мы сейчас обменяемся. Обменяемся. Да, да. Это решение тогда для зрителей, почему я посмотрю. Да, ну... Мы живем в потрясающее время, и Ярослав Старухин является тем мессией, который преобразовывает пространство нашей Родины, соединяя все самое светлое и чистое на своем канале. Вот. Я за Ярославом наблюдаю очень много лет, и находясь в далекой стране, на его канале я себя чувствовала как дома, вот, безотрывно от Родины. Вот, поэтому у меня нет просто тех подходящих слов, чтобы выразить свою благодарность и понимание той миссии, которая лежит вот на этих плечах. Вот. То есть это... Это потрясающе. Вот. Огромное спасибо. Рогословите. Оля. Благодарю. Ну что, мы сняли прекрасное кино, уже то, которое есть, это потрясающее кино. Все, стой, чеку. Да. Все, проходим, там даже пирожные есть. Да, будем озаряться дальше. Да. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, завершаем этот эфир. Наша задача, конечно же, встреча с первым лицом государств планеты. Ибо у нас есть все возможности построить рай, и задача в максимально короткие сроки пробудить людей, просинхронизироваться ради общих гуманистических высших целей и задач. На этом пока стоп снят. Что, готовы? Запускаем? Давай. Дорогие друзья, день белого обертонного ветра завершается. Это исторический момент, когда происходит невероятное вдохновение от соединения сердец, душ и намерений. Сегодня был день, когда наконец-то встретились люди, кто занимаются наукой времени много лет. Десятки лет каждый двигался по этому пути. Вадим Михайлов, Евлария Михайлова, Кирилл Запорожец, Александр Иванович Бердников, Камила Лазарт. И в этот удивительный день эти учителя и наставники, друзья, единомышленники собрались в одном месте, в одно время для того, чтобы найти время друг для друга. Чтобы синхронизировать друг друга, как планетарная семья, единая, направленная в одно русло, в целостную и гармоничную структуру, которая сейчас начнет вращение времени. Мы благодарим это пространство, в котором происходят эти удивительные встречи. Пространство СУР, команду единомышленников Соколова Сергея Леонидовича, Равиля, Александра Ивановича Бердникова, хранителей этого места в центре Москвы, где происходят действительно планетарные сдвиги. Единственное место, где мы можем вместе общаться, вместе проводить встречи, делать стримы, делать ужины и находить единомышленников, которые могут быть с нами в потоке единого времени. Мы благодарим канал «Глобальная волна», который ежедневно, ежечасно освещает нашу деятельность, помогая землянам услышать, увидеть и узнать все то, что здесь творится в узком кругу единомышленников. Увидеть, как соединяются сердца, как происходит сотворчество, как происходят диалоги о главном, о важном, о том, что волнует каждого, о том времени, в котором мы живем. Ярослав Петрович Старухин, Дмитрий Захарович. Мы благодарим всю команду «Глобальной волны», которая зримо и незримо присутствует с нами за камерой и за кадром. Я благодарю всю команду «Холдинга Цоля Хау», команду «Концепция объемного времени» Цоля Хау, которая поддерживает мою деятельность зримо и незримо, присутствуя в поле моей трудовой деятельности. Ольгу Александровну Корышеву, миру. Благодарю всю Ижевскую команду ребят, кто занимается сейчас наукой времени, кто консультирует, кто несет это знание, кто создает синхронографы, календари, проводит мероприятия. И мы все вместе в разных городах, в Новосибирске, в Омске, в Праге, в Милане. Все единомышленники, кто поддерживает мою деятельность, чувствуют мою безграничную любовь и благодарность за то, что вы были, есть, и мы будем единой планетарной семьей, которая сейчас сможет чувствовать наше единение. Мы хотим завершить этот день медитации «Поющих хрустальных чаш». Озвучить это пространство, настроить его на новую волну, на новую энергию, на новые возможности. И все то, что мы делаем, делаем для следующих поколений, для следующих поколений землян, кто будет идти по новому пути с новыми вехами, с новыми мерами, и испытывать удивительное состояние новой кристаллической решетки сознания, где не будет насилия, агрессии, гнева, злобы и невежества. Семь поющих хрустальных чаш настроены на семь нот, на семь звуков, которые поднимают нас в высоты сознания. ДО РЕ Ми Фа Фа Соль Ля ИСИ Каждый человек является музыкальным инструментом. Развитие своей проводимости, своей потоковости развивает чувственную природу и собственное звучание. Музыкальные инструменты помогают провести этот поток сквозь себя и зазвучать. Мы активируем первую чакру, копчик. Визуализируйте, как вращается этот центр. Как теплый, красный, сферический центр вращается в районе копчика. Как активизируется энергия жизненной силы. Из центра галактики, из центра вселенной, из всевышнего источника мы получаем луч, который активирует наш верхний центр сохранения. Визуализируйте, как шар фиолетового цвета вращается над макушкой. Поток энергии входит в вас и начинает вращать все в вашем теле. Верхний центр проходит по позвоночнику, уходит в центр земли, отталкивается от кристалла и возвращается в ваш первый центр. Активизирую вашу первую чакру. Эти два центра удерживают вашу вертикаль. Второй центр. Вторая чакра. Мы активизируем силы нашего рода. Поток двигается сзади вперед, вперед-назад, проходя место чуть ниже пупка. Визуализируйте, как этот поток в виде шара активизирует ваши родовые связи. Помогая наладить связь с предками и потомками. Мы дети, соединенные единой тканью, единой родословной, единой земной памятью. Мы чувствуем боль всех землян. Мы несем ответственность за всех землян. В каждом есть связь с каждым. Мы выравниваем эти нити. Освобождаем и распутываем узы и узлы. Мы соединяем разорванное, налаживаем мосты взаимодействия. Представьте сзади весь свой рот по папиной линии, по маминой линии. Как ниточки от одного к двум, еще к двум, еще к двум. Как крылья, которые исходят от вас, всей родословной, которая была до вас. Активируя свой генетический каркас. Помогая звукам синхронизировать и объединить все свои рода, наполняя их благодарностью и единством. Визуализируйте, как перед вами выстраивается такая же сеть Ваших потомков, которые удерживаются как генетический каркас. Один, два, четыре, восемь, шестнадцать. Мы выстраиваем пути нашим потомкам, помогая им найти лучшие выходы. Спасти и сохранить от бед и ненасти. Мы в ответственности за наших потомков. Мы даем жизнь и наполняем наши рода энергией безусловной любви. Как живительная ткань соединяется энергия потомков и предков через вас. Вы член большой семьи. Вы активный создатель своей планетарной родословной. Мы поднимаемся выше. Возьмите лишнее. Попробуем. Возьмите лишнее. Возьмите лишнее. Поток звука проходит. Автовыключение. Звук проходит через солнечное сплетение. Мы активируем связь с единомышленниками и партнерами. Мы активируем свою меру ответственности, свою силу воли, умение держать слово и делать то, что должно делать. Звук проходит. Звук проходит. мы активируем все наши навыки все то что мы умеем и довели до совершенства чтобы обмениваться этим с миром давая и делясь помогая этому миру быть совершенным мы выравниваем материальное и духовное мы выравниваем принцип время деньги в деньги время и время деньги мы активируем уважение к собственному времени повышая его ценность в оценке денежного эквивалента и и и и и и мы поднимаем свои вибрации выше на сердечную чакру мы пропускаем поток энергии через свое сердце наполняя себя безусловно любовью мы активируем в своем сердце источник безусловной любви источник который согревает сердца всех кто с нами соприкасается наших близких друзей родственников и врагов о и и и и и и и Представьте широкий луч из вашего сердца, который касается всех, кого вы любите. Наполните их своей энергией любви, тех, кто вам дорог, тех, с кем ваше сердце поет. Этим же лучом дотроньтесь до сердца всех тех, кто вас обижает, огорчает, с кем у вас есть ссоры, обиды, претензии. Наполните их сердце этой безусловной любовью. Найдите в своем сердце прощение. Помогите этим людям найти точку опоры в любви и согласии, принятие противоположных точек зрения, чтобы их сердце пело от того, что в жизни есть разные полярные точки зрения. И пусть энергия звука позволит воссоединиться и найти общую цель в этих полярных противоположностях. Субтитры создавал DimaTorzok И мы поднимаемся ее вибрации еще выше, до горловой чакры. Субтитры создавал DimaTorzok Наше горло, активируя нашу способность к выражению наших мыслей и творчества, креативному проявлению самих себя, развитию нашего истинного гениального начала. Субтитры создавал DimaTorzok Позвольте своему гению проявиться. Позвольте осознать, что вы единственный на планете, кто рожден для реализации собственной души и своего собственного гения. В каждом человеке есть уникальный гений. Позвольте себе услышать его и проявить. Позвольте себе услышать его и проявить. Позвольте себе услышать его и проявить. Мы поднимаемся выше потоку третьего глаза. Мы активируем нашу способность к яснослышанию, к ясновидению, к ясночувствованию. У нас есть доступ к любым знаниям на асфере, к любой информации, к любым ответам. Задавайте вопрос своей шишковидной железой. Ищите вопросы, которые открывают вам новые горизонты. Получайте ответы, которые расширяют ваше сознание. Задавайте вопрос своей шишковидной железой. Задавайте вопрос своей шишковидной железой. Ты сможешь их узнать? Продолжение следует... ... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Попробуйте закрутить их и ощутить происходящие процессы вращения тонких энергий в вашем теле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Знаешь, что мы все из этой вечности. Да. Чувствую. Да. Гравиль. Даже вы присутствовали, да? Вы кайфанули? Ура! Благодарю. Это приятно. Спасибо вам. Сердце думающих и говорящих по-русски. Сердце говорящих по-русски изрекает тепло в пространство. И, понятно, любому становится весь мир русский для иностранцев. По-другому и быть не может. Мы веками стирали границы для того, чтобы дать счастье людям, что плетали они, как птицы. Сердце думающих по-русски бьется в такт космическим ритмам. И Россия будет великой вопреки вероломным элитам, вопреки вероломным планам по захвату планеты хрупкой. Сердце говорящих по-русски вдруг становится словно рупор. И вещает русское слово, извещая весь мир огромный, что так важно чувствовать сердцем, когда мир болен бессимптомно. Сердце думающих и говорящих по-русски словно двигатель всей вселенной. Суверенность и мощь России движет миром. И цель священна. Татьяна Романова, вдохновленная выступлением прекрасного Андрея Петровича Девятого. Андрей Петрович, спасибо вам за ваши лекции, за ваше творчество. Рад спираться. Спасибо.